Победители конкурса «Рискни! Стать лучшим» наградили сегодня в Новосибирске. Его участниками стали дети из приемных семей и детских домов. В этом году творческий турнир вызвал небывалый ажиотаж, подано около 150 заявок. Сотни интернет-пользователей голосовали за видеоролики своих фаворитов. Для победителей их родители сегодня устроили концерты, научное шоу. Лидия Захарова расскажет подробности. 11 номинаций, 150 участников, сотни просмотров в интернете. В этом году конкурс вызвал небывалый ажиотаж. Некоторые семьи представили сразу несколько работ. Их дети и поют, и танцуют, и по дому помогают. Меня зовут Рустам, мне 10 лет. Я помогаю папе коло дрова. И я научу вас. Пятилетняя Марина пока еще забывает, как ее фамилия. Но семья всегда подскажет. Они и во время интервью держатся за руки. И ролик для конкурса снимали все вместе. Она у нас талантлива, организована. Она любит это делать. И почему бы нам не рискнуть стать лучше. И мы рискнули. А еще Елена и Александр рискнули стать родителями для двух дочек. Справляемся. В семье один мужчина. Все женщины. Кошки тоже женщины. И собачка. Ничего. Все на мне. Хозяйство все. И печку топлю. Риск, как известно, дело благородное. А в этом случае особенно. Оказалось, что любая номинация, литературная, кулинарная или спортивная, в итоге о новой семье. Это моя мама. Это мой Андрей. Это мой Эдик. Это мой папа. Победители определяли с помощью онлайн-голосования. Так что участников могли поддержать и друзья, и соседи. Ну а для своих родителей они и так лучшие. Независимо от результатов. Два дедушки, две бабушки, плюс папа, мама, я сожгли. Получается семь человек в семье. А если из собаки выходит восемь, я. Нет, а если из собаки выходит восемь, я. Лидия Захарова, Дмитрий Кабанов. Новости Новосибирск. Продолжение следует.